Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. Открыт набор на подготовительные курсы в магистратуру Тюменского государственного университета. Основные направления подготовки – юриспруденция, экономика, менеджмент, психология, государственное и муниципальное управление, лингвистика. Более подробная информация по телефону 64-01-34 или 64-01-03, а также по адресу улица Ленина, 25, кабинет 108. Знания я получаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в удобное время, везде, где есть интернет. Уважаемые господа студенты, рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Выбери нужное направление подготовки в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Подробнее на сайте и по телефону 8 800 700 05 53. Стартовал шестой всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, разработавшие социальный плакат, видеоролик или другой продукт на актуальную тему – молодежь, экология, здоровье, спорт, безопасность, толерантность, семья, профессии и другие. Главная тема конкурса посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Заявку на участие необходимо подать до 15 июня на официальном сайте «твойконкурс.ру». Подробная информация по телефону 64 62 24. Татьяна Фалькова. В Тюмени продолжаются подготовительные и бесплатные занятия к тотальному диктанту «Русские по пятницам». Преподаватели кафедры русского языка, Института филологии и журналистики ТюмГУ напомнят всем желающим правила орфографии и пунктуации. Занятия проводятся каждую пятницу по адресу улица Республики 9, аудитория 401, начало 18.30. Ольга – студентка естественно-научного факультета филиала ТюмГУ в Тобольске. Она хочет стать экологом-природопользователем. А дальнейшую карьеру Ольга связывает с нефтехимией и топливной энергетикой Западной Сибири. Тюменский государственный университет – университет будущего. Эта информация наверняка заинтересует семи и восьмиклассников, увлекающихся русским языком, литературой, а также историей и обществознанием. Они могут стать учениками школы одаренных ТюмГУ уже сейчас, не дожидаясь сентября. Для этого нужно пройти онлайн-тестирование на официальном портале довузовской подготовки ТюмГУ. Предусмотрены отдельные тесты для поступления филологически и историко-обществоведческие классы. На выполнение теста отводится 45 минут. По итогам тестирования учащиеся, показавшие лучший результат, будут приглашены на очный тур. Пройти онлайн-тестирование можно до 5 апреля. Подробности по телефону 54-2008. Музей истории университета и телеканал Евразион ТВ приглашают студентов и сотрудников ТюмГУ принять участие в акции «Память сердца», посвященной 70-летию победы Великой Отечественной войне. Приносите семейные реликвии военных лет, письма, награды, фотографии. Все, что поможет рассказать вам о запомнившихся с детства эпизодах, связанных с жизнью ваших близких в период Великой Отечественной войны. По вашим материалам будут подготовлены видеосюжеты и открыта выставка «Память сердца». Заявки на участие в акции принимаются по телефону 8-912-382-32-93 или на электронный адрес, который вы видите на экране. Военные реликвии можно также приносить по адресу улица Володарского, 6, Музей истории ТюмГУ. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54-2012. В завершении сегодняшнего блока рекламы и объявлений хочу напомнить высказание Дейла Карнеги, выражение, которое вы носите на своем лице, куда важнее одежды, которые вы надеваете на себя. Всего вам самого доброго!